МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я знаю, что вы делали этим летом. Вы наверняка были в деревне, отдыхали, приезжали в гости к родителям и на выходные к друзьям. А может, уже купили домик и вырастили на огороде прекрасные перцы? Тогда давайте расскажем всем о том, как хорошо в деревне летом. Все лето наша съемочная группа колесила по деревням Могилевщины. Еще недавно бабули в опустевших селениях говорили нам, ох, деточки, я же городские поеду тювезку. Нам хотелось им верить, но, если честно, мы не очень-то верили. Уж больно сильна тяга горожанина к теплому туалету, хорошим дорогам и интернету. А деревень с каждым годом становится все меньше на карте Могилевщины, как и везде. Но нет, в последний год оказалось, что пустые хаты в деревнях, пусть пока на теплый сезон, активно занимают городские жители. Хорошие дома под дачи продаются, ну, почти как горячие пирожки. Все городские удобства при большом желании и средствах можно организовать и в деревне, а дышаться за городом легче и свободнее. Вот так и получают наши деревни второе дыхание – дачное. И такое будущее, считают сельчане, все же не самое худшее. То, что возвращаются люди именно к родительским домам, то, что они не бросают, и сегодня эти дома не являются бросовыми, они не являются бесхозными, вот этим деревня Белица и отличается от всех деревень моего сельского совета. В Новой Белице всего одна улица, которая летом оживает. Вот у могилевского дачника Николая первый день отпуска. С ним собака, кошка, вещи, жена прибудет вслед. Это ее родительский дом, которому за три десятка лет горожане приросли корнями. Нравится природа, нравится вообще сельская жизнь. Выращиваем, огород садим. Но из могилева ведь сюда не близкий путь? Не близкий, 80 километров где-то. Ну, стараемся не забывать нашу родину. Цветение лип – лучший сезон в этой деревне. Аромотерапия для людей, нектар для пчел, которыми занимаются супруги Алдановы. Они-то уже давно, поколесив по свету свою родную деревню, где когда-то родились, познакомились и вместе ходили в школу, вернулись окончательно. Так захотели. Внуки, дочки приезжают, зятья им тоже здесь нравятся. Возможно, и не умрет деревня. Захотят, и они на пенсию сюда приехать. Так что пчелок держим. Очень нравится. Это, наверное, дает нам жизнь, эти пчелы. Я вообще балдею. Я когда открою этот домик, они меня любят, они ползают. И мне так это нравится, если бы вы знали. Жить здесь лучше, чем в городе, я вам скажу. Я же прожил и в городе, и везде. Я знаю, что это такое. Так здесь жить лучше. Намного. А вот в стайках Могилевского района говорят, дешево дом не купить. Особенно у самого Днепра. Недалеко от областного центра транспорт ходит исправно, и красота кругом. И тут давно смешались местные жители и дачники. Это по-наследству. Это уже мне досталось от бабушки и от мамы. Это уже теперь мимо осталось. Раньше тут жили все. Я выросла в этой деревне с детства. Любимая деревня. Самая любимая. Поэтому я теперь только дачница. Ну, уже пойду на пенсию, потом и я приеду сюда. А сейчас трошку попшаться, ёскин. Ой, а что там дом купили соседи будут. Дачники купили. Я себя желаю. Поэтому хорошо, весело. Так что живых душ трохуешь. Сами сельчане тоже не сидят на месте и не ждут, пока на них свалятся все блага. Работа, заработок, удобство и жизнедостатки. Собственно, в деревне работ всегда хватает. Но особенно трудовое лето выдалось у двух сообществ в Краснопольском районе. Там люди решили, что своим трудом они должны и могут заработать себе на достойную жизнь. В этом сезоне они стали участниками проекта местного фонда «Старт Восток». Цель – научиться выращивать экологически чистые овощи, чтобы продавать их большими объемами в торговые сети. Что же для этого нужно сделать? Ну, как стараться, поливаем. С утра раньше встать туда-сюда, чтобы, ну, немного как-то надо двигаться. Под лежачий камень вода не идет. Ну, сначала было нам страшно начинать. Вот, было страшно построить все это вот. Ну, а потом уже, конечно, с каждым днем все ноги бежали в теплицу. Уже увидели результаты. Уже было нам интересно, что вот и урожай уже появляется. Что ж, дело личное, а интерес общий. В проекте принимают участие пенсионеры. А от них всегда можно получить дельный совет и прекрасное пожелание. Самое основное – здоровье. Не будет здоровья, значит, ничего не посодишь и не посеешь. Вот. Что делать? Надо трудиться. А звездой наших телесъемок в агрогородке Горы стал маленький Арсений. Младший сын Мешковых, любитель овощей, помощник родителей, возможный продолжатель большого семейного дела. Все, пока нема больше красненьких. Дети вообще чувствуют себя летом в деревне свободно. И уверены, что очень многие из традиционных школьных сочинений, как я провел лето, посвящены именно деревне. На все важные события не хватит и тетрадки. Например, на пасмурный летний день в Вендораже пришелся первый заезд Артема на большом велосипеде. Привет, как дела? Хорошо. А такой ты смелый парень кататься на таком большом велике. Сколько же тебе лет? Шесть. Ого. А велик-то дедушкин? Так мой сегодня первый день. Когда на нем катаюсь? Малый не подходил. Помогать взрослым на огороде – святая обязанность юных дачников в Белынической деревне Большой Нежков. Ярослав приехал в деревню из Минска. Ну, как сказать. В городе редкость на улицу выходить. Потому что это даже какая-то традиция. А вот в деревню просто выходишь. Ничего страшного. Вот машины редко тут проезжают. Вот плюс деревня, что машины редко проезжают. Свежий воздух. Очень красиво. Можно дыхать. А ты устала? Да. В каком классе ты так устала? В третьем. Закончила его. Успешно? Да. Деревня. Природа, свежий воздух, пение птиц, озеро, огород, тишина, поля, лес, ягоды, молоко, соседи, которые улыбаются и здороваются, и небо. Какое тут небо? И еще много всего такого доброго и теплого в одном всего лишь слове – деревня. Это не наши слова. Это цитата из блога «Юной любительницы летнего деревенского отдыха». И теперь деревенский выпуск в мире животных. Ведь какое лето в деревне без кур, индюков, коров, лошадей, собак и котов. Вот, к примеру, большое подсобное хозяйство у семьи Антоненко в Славгородской деревне Уречи. Хозяйка дома Елена, доярка на местной ферме, несмотря на то, что жизнь сельского жителя отнюдь не релакс, любит и своих животных, и свою сельскую жизнь. Коров-то хватает на работе, но это все-таки не лишняя шкопейка в хозяйстве. Детям надо помогать и себе как-то лучше жить. Сейчас все век цивилизации. Вот. За все такое дорогое надо. Я за коров за молоко более имею, чем за зарплата. Вот так даже получается? Ну, конечно. И не только коров держим, держим дома и свиней, и куры есть у нас. Красавица, дочка Катя – школьница. Радость семьи. И всегда помогает по хозяйству. И пока у нее каникулы, все время любимым животным. Ой, иди что-то. У городе разве детенок возьмят куру на руки. Не возьмят. А это деревенская девка. Вот так. И на и куру понянча, и поросенка тога по корме, и корову подоя. Привыкла к усяму. Катя, не страшно? Нет. Она не бьется. Девочка любит природу, не особо увлекается гаджетами, и не хочет уезжать из деревни. У меня тоже телефон есть. Но я как-то в нем не ищу. У меня лучше на улице походить. Как-то здесь интереснее тоже. Тут и с котятами поиграешь. Тоже интересно. Иногда ходишь, коров пасешь тогда. И с курями тоже поварить. Они тоже бегают. Интересно. Ходишь и ягоды собираешь, чтобы компот сварить. Тоже интересно. Варенье, чтобы накатать. Ну, как-то так вот и живем пока что. Котики, как ни крути, а всегда они главные герои. Не только на виртуальных просторах интернета, но и в реальной деревенской жизни, которая особенно летом полна красоты и гармонии. Валет и рыжик, их трехцветная, а значит, приносящая счастье, мама-кошка. В Горецкой деревне Лебедево многозетной семье Натальи Авдеевой и Андрея Свистунова все увлекаются свинками. И не простыми, а мадьярской породой, которая покрыта шерстью и больше похожа на овечек. А почему вы выбрали эту породу? А нравится она мне. Ну, вот тут вот зимой живеть. Если выскажу, ничего страшного. Ну, мы рождаются полосатые, как дикие. Это уже полоски пропали. Это им уже пять недель, так пропали полоски. Иди, 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 не бойся. Только она худувата, только детей отняли. Как зовут? Машка. Населие считают, что год малой родины – прекрасная идея. Особенно, если малая родина очень нуждается в том, чтобы ее поддержали и даже спасли. По прогнозам экспертов, количество сельского населения к 2050 году уменьшится вдвое. Но, может, это не значит, что деревни опустеют. Просто в них будут жить горожане. Дом был совсем старенький. Муж его отремонтировал. Ну, вот что получилось. Здесь, получается, мой сезон где-то с конца апреля и до сентября мы живем. Потому что здесь красота вся. Здесь природа. Здесь хочется быть. Здесь хочется подпитываться. Тянет к земле, тянет на природу. Тянет приехать чем-то заниматься. В крупных городах, наверное, у людей другое мышление, другое понимание этой жизни. Там тренажеры, там, может, кафе, где-то пиво. А у нас совершенно другое мышление. Нам здесь природа. Вы видите, как здесь красиво, как прекрасно. Вокруг зелень, речка, сад, лес, ягоды, грибы и так далее. Полный отдых. Деревня становится другой. Горожане привносят в Лебедево городской комфорт. Возле домов не только грядки, но и зоны отдыха, детские площадки, а вокруг современное благоустройство. Вместе с этим изменения касаются не только дачников. Сельчане развивают свои подсобные хозяйства, семьи обрабатывают землю, растят скот, зарабатывают и тоже желают добра своей малой родине. Тут каждый человек где-то, и он родился. У каждого человека есть свой уголок, который запечатлен в его голове с детства, и он дорожит им всю свою жизнь. А это сёстры Алиса и Полина. Они приехали к бабушке из Молдовы в Дребенскую деревню Преображенск. Сложно? Нет. Хорошо? Да. Бассейн поставили у огорода. Есть ещё батут из старой кровати с видом на гуляющих индюков. Алиса и Полина очень довольны летом в деревне. Ну тут свежий воздух. А в городе там двери закрыты, нужно спускаться, чтобы выходить на улицу. А здесь всё открыто? На исходе лета в каждом полисаднике цветут флоксы и золотые шары. А под яблонями, у которых в этом году ветки ловятся от плодов, медитируют сельские коты. Сами сельчане отдыхают от забот на лавочках у дома. Своя деревня. Всё своё. Тут всё помогает. Каждое деревце, каждый кустик. Речечка, которую я помню с детства. Всё своё. Родное, близкое. Люблю, правда, очень люблю. Ремонт домов – признак того, что деревни не собираются пустить. Бросовых строений, правда, всё меньше. Городские жители вступают в права наследства и приспосабливают родительские дома под дачи. Ради чего горожане бросают свои квартиры и удобство современной цивилизации. Их притягивает другая жизнь. Это новое пространство для отдыха, работы и общения. Ну, это свобода. Это именно свобода души. Не то, что свобода от чего-то. А именно, когда приходишь, и здесь всё своё, родное. А этот мальчуган, зовут его Давид, тренируется в деревне полететь в космос. И желает всем сельчанам самое главное. Я пожелаю, чтобы они были счастливы. А что такое счастье? Счастье – это когда все радуются. И ты радуешься? В Риме тебя восхищает деревня. Поедешь в деревню – Рим превозносишь до звёзд. Это первый век до нашей эры. Цитата древнеримского поэта Квинта Горация Флака. Горация далеко не единственный, кто хотел получить от жизни всё. И деревенскую свободу, и городские удобства. К этому же стремятся современные горожане. И деревня обращает их в свою веру. Вы уже планируете свой следующий отпуск провести на селе? Тогда до встречи следующим летом в деревне. Рим превозносишь до сельки. Рим превозносишь дляязвения интерфля sociaux.